Доброе утро, уважаемые родители! Сегодня нас всех ждет необычное, волнующее торжество. И герои нашего дня, звезды, наши будущие первоклассники, выпускники 2021 года. Вы чувствуете, как в воздухе царит волнение и напряжение? А все потому, что наши будущие первоклассники прошли с успехом первый этап своей жизни под названием «Герский сад». С этим мы и поздравляем вас, счастливые родители! А ведь совсем скоро наступит новый этап в вашей жизни. А чтобы достойно его пройти, нам нужно заранее подготовиться. Школа первоклассных «Почемучек» объявляем открытой! А теперь встречайте главные герои нашего сегодняшнего праздника! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Встречайте! Самая добрая Милена и самый артистичный Дима! Встречайте! Самая музыкальная Ксюша и самая вояческая Слава! Встречайте! Самая талантная Миша и самая изящная Миша! Внутри любимых полна! Самый веселый Веня и саморассудительный Игнат! Самый ласковый Леша и самый спортивный Паша! Самая дружелюбная Соня и самый погодный Лёва! Самый смелый Леша и самая модная Варя! Иногда грустные и даже печальные, но всегда интересные, яркие, необычные! Паша! 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 Первый класс оставляет путем малышам Маленькие белые друзья. Песня прощальная, Пусть жизнь печальная, Все равно с улыбками С нашими спасибками. Песня прощальная, Пусть жизнь печальная, Все равно с улыбками С нашими спасибками. Воспитатели тоже грустят, Кто-то тут, кто на нас подглядят, Мы шорили, конечно, не раз, Все же они вернут. Любят нас, как родных и смешных, Роб и смех, все разные, таки, Мы уйдем, только им не скучать, Все повторится опять. Песня прощальная, Песня прощальная, Пусть жизнь печальная, Все равно с улыбками, С нашими спасибками. Песня прощальная, Песня прощальная, Пусть жизнь печальная, Все равно с улыбками, С нашими спасибками. Иногда грустные, И даже печальные, Но всегда интересные, Яркие, Необычные, Самые лучшие, Почемучки. А чтобы подтвердить статус Самых привлекательных, И стать первоклассным почемучкой, Нужно пройти обучение в нашей школе. Все педагоги уже давным-давно готовы. Всегда готовы! А вы, ребята, готовы? Да! Ну, тогда ничего не остается, Как начать самый первый урок В нашей первоклассной школе. Почемучек! Итак, первый урок, Это урок взросления. А как вы думаете, Кто же может его провести? Ну, конечно, Ваши воспитатели! Кто с самого первого дня Был с вами в детском саду? Конечно! Кристина Васильевна И Оксана Евгеньевна! Ребята, Как нам приятно Всем взрослым Смотреть на вас, Таких больших, Красивых и здоровых. А ведь давно, Когда вы пришли только в детский сад, Вы были такими маленькими. Многие не выговаривали слова, Неправильно держали ложку, Не умели умываться. Хотите посмотреть на себя маленький, Когда вы пришли в детский сад? Да! Тогда все внимание на экран! Поехали! 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 接клик Поехали! 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 Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok найти много хороших и верных друзей. Ребята, посмотрите, какая коробка огромная. Это, наверное, для нас? Да! Ой, спасибо вам большое. Мы обязательно будем играть вашими игрушками, да? Ну что, заберем игрушки себе? Давайте, помогайте. Что мы скажем ребятам на свидание? Ребята, давай поздравим. Пойдемте, пожалуйста, пока, пока. Не помогайте, не толкайте, не забирайте. Они им больше не нужны. Пойдемте. Ребята, и сейчас я хочу объявить вам второй урок. Урок смекалки, а проведет его наша Евгения Юрьевна. Итак, следующий урок, урок смекалки. Сейчас вы, дорогие наши выпускники, отгадайте мои загадки и составите вот из этих двух слова-отгадки. Это будет команда номер один. Они будут называться отличники. Хорошо? А эта команда у нас будет называться пятерочники. Вы согласны? Да! Вы должны будете составить слово-отгадку на мои загадки. Задание понятно? Да! Начинаем. Он больше всех зверей на свете. Такой один на всей планете. Его поменьше даже слон. Пускать фонтаны любит он. В воде он плавает и спит. Кто скажет первый? Это? Кирин! Составьте. Так, слова-отгадки поднимайте. Выше? Выше поднимаю, ребят. Слова-отгадки. Все, Гриша проверил? Все в порядке? Так, все отлично, действительно. Это иначе. Буквы опускаете. Теперь, ребята, давайте еще раз. Слово мы составляем слева направо. Как мы его напишем в тетрадке? Хорошо? Смотрите внимательно. Начинаем от Кристины Васильевны. Буквы у нас что-то все уплыли. Следующая загадка. Фильм идет. Вокруг темно. Значит, вы пришли? Так. В кино! В кино! В кино! Внимание! Внимание! И дети носят старички. Чтобы лучше видеть, нам нужны... Ай-аши! 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 Это очень здорово! Опускайте ваши буквы следующие. Сосредоточьтесь. Превратитесь в уши и руки. Соображайте! Внимание! Симка в школе не льется. Все узнать она стремится. Симка учится без двоек. Совсем другое дело... Друбить море! Молодцы! Что же самое говорить! Постальп! Постальп! Молодцы! Молодцы! Ну и моя финальная загадка. Сосредоточьтесь. В школе учатся на 5. Знают все отлично. Называют тех ребят... Все у нас... Отличник! 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 Воскресенье! В Ôс broccoli! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ ДОСТОЙНО Здравствуйте! Кто вы там знали? Зачем мы сюда явились? АПЛОДИСМЕНТЫ Зачем явилась? Захотела и явилась! АПЛОДИСМЕНТЫ А вы на себя посмотрите! Ишь какая зануда! А зовут меня Глубая Ошибка и я подружка всех, куда идёт! Ребят, первоклассников! Глубая ошибка, наша подружка, ребята! Конечно, наша подружка! Да-да-да, решена! Я, между прочим, вот такая вся не растрёпанная совершенно, а их подружка и вот самая моя главная миссия это попасть во все их тетрадки Ну такая я умница! Умница? Ничего себе умница! Не нужно нам здесь таких умниц! Мы сейчас как с нашими педагогами школы первоклассных очень учат, как примем против тебя серьёзные меры! Какие вы можете вообще меры принимать? Я сейчас захочу и все эти девчонки и мальчишки уйдут за мной! Нет! Нет! Не увидел! Нет! Да чего это вы выдумали-то? Захотите, я захочу и вы пойдёте как-то, нет? А вы что, значит, не пойдёте? Вы что, не хотите совершать глупые ошибки? Нет! Вы что, не хотите быть директором? Нет! Вы не хотите быть будителем? Нет! Нет! Послушай, дорогая, нет таких профессий ты ерунду какую-то сказала! Ты сама ерунду говоришь! Никаких таких профессий нет! Скажите-ка мне, кто такой Вудитель? Это Вудитель! Вот так, понимаешь? А кто такой космонавт? Капы! 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 Прекрати калекать наш прекрасный русский язык! Ага! И вообще, наши ребята уже всё отлично знают, кем они станут в будущем! Да, отлично знают! Откуда же... Подождите! Да, откуда же они могут что-то знать? Они вообще будут неграмотны! Мы всё знаем! Вот мы сейчас на ромашки погадаем! А не надо тут мне вашей ромашкой тыкать! Это вообще бесполезная ромашка! На ней никто уже не гадает! Она всегда врёт! Ничего себе! Вот так вот! А я, между прочим, на кляксах предлагаю вам погадать! На кляксах погадать? На кляксах погадать? На кляксах погадать? Чего вы всё некаете и некаете? Говорю, на кляксах гадать будем! Значит, будем! А ну, потешена! Если они не хотят... Может быть, нам родители, по-моему... Конечно, будут! Они-то точно знают, кем же их детки хотят сдать Ну-ка я вот гляжу, они совсем даже не желают уходить! Ну-ка давайте-ка! Мне нужно семь девчонок и мальчишек! А вы чего там в ромашке сидите? Давайте-ка выходите, выходите! Семь человек! Если вы сейчас не пойдёте сами, я вам раздам эти кляксы! Давайте-ка держите! Ещё! Пожалуйста, пожалуйста! Какие вы? Давайте-давайте! Чего сидите-то отсиживают? Они тут сидят, посиживают! Ох, ещё давайте спорим, пожалуйста! И вам кляксу! Вот сейчас мы и проверим с вами, ребят, как ваши родители знают, кем же вы хотите стать Глупая ошибка есть здесь на проказе, вот смотрите, а нам все слова и сгодцы Вы чего не смотрите-то на кляксы, посмотрите там, что у вас написано? Ну, неправильно! Нужно же разгадать, ну что ж вы такие! Я поняла! Ну, конечно! Давайте-ка, начинайте бросать этот! Что ж у вас там написано, какая профессия? Капитан! Капитан! Ну, ишь, капитан! Угадала! Счастливый случай, как говорится! Дальше пилот! Дальше! Работотехник! Работотехник? Да! Был у вас такой работотехник? Работотехник! 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 А мы дальше, пожалуйста, будем помочь? Женщик! Нет! Дальше, пожалуйста! Мы так можно даже пришел! Нет! Нет! Нельзя пропустить! Вот глупая ошибка, и родители наших с вами! Нужно срочно разгадывать! Давайте-ка, объединяйтесь силами! Вас тут много! Тренер! Так, отлично! Покажите-ка мне, дайте, мне нужно все сейчас проверить. А думайте, думай! Может, я не единица всей компании? Вот, глупая ошибка, посмотрите на тебя, да. А что и на мой пример, что хотелось? Ну что? Астроном. Отлично, берем, берем астронома, а тебя прогоняем, глупая ошибка. А подождите-ка. Еще, между прочим, у нас есть друзья-товарищи. Просесса. Прощи. А я не вечно. Это вообще все нечестно. Почему ты они все угадали? Отправляйся-ка ты, глупая ошибка. А я не справлюсь, а на кофе чашу отдайте мне мои кляксы. Еще одолок, пойми мне их хлеб. И найду их себе совершенно других первоклассников. И буду с ними дружить. А ну-ка, дайте-ка пройти. Спасибо вам большое. До свидания. Как приятно, что глупая ошибка ни вас не смогла спутать, ни родителей наших не смогла спутать. Я и не предполагала, что сегодня на нашем празднике произойдет такая невероятная история. Наступило время следующему уроку математики. А кто же его будет проводить, интересно? Конечно же мы, воспитатели. Ведь именно мы занимались математикой с ребятами. И наши ребята теперь умеют, знают числа, геометрические фигуры, цвета. И, конечно же, умеют считать. Когда мы пришли в немецкий сад, то все вместе весили 320 килограмм. Работы, проведенные в детском саду, мы садили 10 тысяч тарелок каши. И мы выпили 15 тысяч стаканов компота. Подошли на 100 тыс и поправились на 130 килограмм. Подошли на 17 метров 20 сантиметров. В общем-то мы были временными детьми, но умудрились возбить 10 чашек. И сломать 120 игрушек. На время прибытия в детском саду мы расширяли 8 километров бумаги. Мы снипили 3000 песочных куричек. Наши ребята научились многому. Они умеют лепить, петь, танцевать, накрывать на стол и многое другое. И даже сейчас они нас понимают с полуслова и с полужеста. Мы с ними уже долгое время. Но что-то мне кажется, в голосах, в голосе Александр Ильинин. Ой, появились виренческие козли. А мне кажется, что лирика на уроке математики это совсем не то. Мне кажется, пора пришла провести урок с таланта. А проведет этот урок таланта нами всеми любимая Евгения Львовна. Ой, конечно. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ И там урок таланта. У всех у каждого таланта секрет давно известный. Кто-то артист, кто-то спортсмен и музыкант прелестный. У каждого из нас есть огонек внутри. И важно этот огонек на жизнь пронести. АПЛОДИСМЕНТЫ Бесспорно, лучше нет условий, чем быть талантливее всех, уметь дотичь высоко горе, за хвост поймать большой успех. Быть смелым, умным, симпатичным, петь песни, играть в кино, талантом всех крутым, а пышным, лишь разглянеть в суме его. Все таланты хороши, но мы спидем им от души. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 ПЕСНЯ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ ПЕСНЯ 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 Если вдруг звонок услышу, то за парту побегу. Учиться буду я приятно, никого не подведу. На парту вперед! И меня! Переменка! И меня там украсть! Переменка будем рады, будем бегать и играть. За звонком опять за парту, чтобы руку поднимать. Переменка! Ура! Мы активными все будем, будем танцевать и петь. Выступать на школьной сцене, на месте трудно усилеть. По кругу! День закончится учебный, мы дождемся все звонка. Радостно, при прыжку смело, возвращусь домой. Ура! Поехали! 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 Ребята! Вот мы это все думали, как хорошо справились. Справились? Да! Давайте тогда садимся на стульчике! Молодцы! Ребята, и остался еще один урок. Уверен, это мой урок. Урок доброты. Доброта нужна всем людям. Пусть побольше добрых будет. Говорят, не зря при встрече. Добрый день и добрый вечер. И не зря ведь есть у нас пожелание в добрый час. АПЛОДИСМЕНТЫ Сегодня день у нас особый. Немного грустно, что скрывать. Друзей мы школу провожаем, а другое нелегко терять. Со всеми очень дружно жили. Ходили вместе в детский сад. Игрушки поров на детей, и каждый друг друг другу рад. Но время быстро пролетело, пора нам в школу уходить. И мы решили непроверенно. Друзей нам надо проводить. ПЕСНЯ 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 Тем, кто нас учил, спасибо говорить. Спасибо тем, кто нас учил, петь, танцевать. Спасибо воспитатели, спасибо вам не раз. Тем, всем, кто сердцем и душой заботился о нас. В детском садике у нас дверечки живут, Как и в день, и в каждый час, как дают уют. Без волшебных вешагов невозможно жить, Надо много раз в году ей благодарить. Есть тут феи в чистоты, любят ли верать, Просто феи на сады лучше не сказать. Чистый боврик, чистый пол, полочки блестят, Ну о чем тут разговор, феи просто ах. Есть тут феи в чистоты, варят и пекут, Сколько в сад находишь ты, слюнки оттекут, Сколько надо в авшивстах, чтоб творить миром, Сколько надо в авшивстах, чтоб творить все что. Ну вот, кажется, и закончились все уроки в нашей школе первоклассных почемучек. А значит, пора объявить перемену. Только сегодня что-то совсем не хочется бежать, прыгать и спать, прыгать по коридорам. Да, сегодня нам всем немножечко грустно, Потому что мы провожаем школу наших дорогих ребят. Ну, что сказать вам на прощание, Вы так строгательный час, Все сполняются желаниями, Чтобы шли по жизни смело, Чтобы радость любому делали, Чтобы вами все гордились, Чтобы вы с пяти не сбились. Стройте, бойте и дерзайте, И про нас не забывайте! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует... 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 И хочет нам сейчас рассказать. Воспитатели наши родные, вы нам были, как мамы царые. Научили вы новому нас, мы готовы для первого класса. Вы намер показали большой, вы вели туда нас за собой. И поскольку пролетает года, не забудем мы вас никогда. А теперь хотелось предоставить слово родителям, кто-то может быть. Чтобы заведующие были, нужно много полюбить. Документы, правые горы, многочисленные споры, отопления, прогулки, жилалтери, закоулки. Знать, что в кухне, во дворе, что за пятна на ковре. Но обязанность одна, и она в своем глаголе. И звучит вот так, она, нужно лишь любить детьми. Ваши любовь, вы только что не чувствуют. Вообще все любви, брызгуши. Это те ценности, которые вы принимаете. Не только вашим детям, но и все тяжело. А для самых главных таких ценностей, это соблюдение правил. И у вас это очень хорошо получается. И это на самом деле основа, если вы все в нашем государстве так соблюдали правила, как вы. Я думаю, что у нас было бы идеальное государство. Поэтому спасибо вам большое за ваш труд, за бесконечную любовь к детям. И за то, что вы любви чувствуете и всегда понимаете. Спасибо большое. Евгения Юрьевна, спасибо вам большое за такой индивидуальный подход к нашим детям. За классные креативные задания. За вот эту косочку там со всеми другими штучками. Это все так классно. Так здорово. Дети вас очень любят. Спасибо вам. Это дорогого стоит. Такой подход. Спасибо. Евгения Юрьевна, спасибо вам огромное за ваше творчество, за то, что раскрывает талант в детях. Наших детей вы очень раскрыли всех, танцуют, поют стихи. Просто вообще, на самом деле, парад звезд у нас сегодня. Огромное спасибо вам за такие душевные праздники. Мы все победили. Так не хочется с вами расставаться и с вами прощаться. Спасибо большое. Виктория Сергеевна, спасибо вам большое за атмосферу добра, которая царит в нашем садике. Спасибо большое за психологические разгрузки наших детей и, может быть, родителей. Спасибо большое, что проводили там школу. Родители, да, заслуги. Правильно. Как называть клуб умных родителей. Жалко, что вот пандемия это все приостановила. Это было очень здорово и классно. Продолжайте, если это все дадут добро. Я думаю, это очень большой вклад вообще в воспитание детей. Спасибо. Наталья Сергеевна. Наталья Сергеевна, спасибо вам большое за драйв, за кураж, за креатив, за то, что дети, благодаря вам, за эти скотеки отдельные. Да, любят спорт, любят танцы, любят музыку. Вообще, это очень здорово, потому что я... Мы побывали и со старшими, и везде не в одном садике. И вот эти вот парады. И так точно у вас это все очень круто получается. В том, что дети не хочется делать, а не потому что как надо. Вот, продолжайте в том же духе. Мы вообще очень вас любим. Спасибо. Спасибо. Татьяна Андреевна. Татьяна Андреевна. Оно большое. Вроде как вы не заметили ваш труд, но на самом деле он очень большой. Спасибо вам за здоровье наших детей, за атмосферу, за то, что на прививке, как на праздник. Поэтому это все ваш вклад. Вообще, ваш труд, если нет, браво, спасибо. Ну, Кристина Васильевна. Кристина Васильевна, спасибо вам большое за то, что вы есть. За то, что вы вообще выбрали, как бы, пропеться. Потому что... Он весел. Все. Спасибо. Спасибо, что вы здесь делаете. През Rachel. Спасибо. Спасибо большое за заботу, за любовь, которую вы окружаете наших детей. Спасибо большое за творчество, за то, что вы делаете. Действительно чувствую, что дети очень любят ходить в садик. Я даже, ну, вообще прощаться вообще не хочется никому, я уверена, потому что вот эти годы садика, дети будут вспоминать, я уверена, очень счастливые и позитивные воспоминания. Все благодаря вам и Кристине Васильевне. Спасибо. Надежда Владимировна. Это вам. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо вам за чистоту, за заботу, за поддержку. Без вас мы очень чувствовали, когда вы покидали наши годы. Было очень тяжело. Вроде незаметен, да? Внешне, на самом деле, большая работа. Спасибо вам огромное. Спасибо. Спасибо всему детскому саду. Супер коллектив, супер команда. Спасибо вам всем огромное. Желаю вам. До свидания. И какие-то колонки. Все больше и больше. Спасибо вам. Ну что, ребята, вот и наш праздник с вами подошел. До свидания. До свидания. Шарики воздушные. Шарики воздушные. Расставаться шарики с вами очень жаль. Расставаться с вами очень жаль. Шарики воздушные. Выпустимы вдруг. Шарики воздушные. Разлетят нас друг. Люди улыбаются. Глядя небеса. Дарят всем шарики. Детство чудеса. Дарят всем шарики. Детство чудеса. Шарики воздушные. Ветерку послушные. Улетают шарики. Сказочную даль. Шарики воздушные. Словно птицы кружатся. Расставаться шарики. С вами очень жаль. Расставаться с вами очень жаль. Расставаться с вами очень жаль. Шарики воздушные. Расставаться с вами очень жаль. Расставаться с вами очень жаль. Расставаться с вами очень жаль. Здравствуйте, меня зовут Федя. Меня зовут Вика Клывова. Здравствуйте, меня зовут Ксюша Показанева. Здравствуйте, меня зовут Берсенев Андрей. Здравствуйте, меня зовут Хасанов Артем. Здравствуйте, меня зовут Миша Йогевич. Здравствуйте, меня зовут Гриша Миночки. Меня Слава. Меня Ксюша. Здравствуйте, меня зовут Ибраим. Меня живет Паша в Горшких. Здравствуйте, меня живет Вова Шитов. Я уже почти в школе. Ну, скоро мы станем взрослыми, будут профессии. Я сегодня выпускник. Ну, значит, я почти школьник. Хочу школу очень. Там интересно. При мне интересно. Там можно учиться. Можно получать любые оценки. У нас сегодня был праздник выпускной. Я не знаю, что со праздником, но это весело было. Я сегодня такая красивая, потому что я ходила на праздник на выпускной. Это последний день в садике. Бывают грустные песни и веселые игры. Я хочу идти в школу. Там получаешь пятерки. И там математика есть. На мне сегодня такой костюм, потому что сегодня выпускной. И надо одеться нарядно. Выпускной – это когда заканчиваешь садик и идешь в школу. Я бы лучше остался в садике, потому что кормят, спят, спим, отдыхаем. А в школе надо уроки делать. Не отдыхаем, не спим. Меня родители отправляют в школу. Там был праздник. Не знаю, как называется, но был прикольный. Вот медаль от праздника. И еще написано «Леша Перуфин». Значит, что ты заканчиваешь садик. Хочу в школу. Для того, чтобы там учиться, знания получать, химию, исследовать животные. Особенно я люблю животные. Коза, стрекоз. И хочу стать химиком. И я сегодня выпускник. Еще у нас праздник был. Песни, игры, интересные загадки. Я в школу пойду. В школе нужно получать знания. И учиться хорошо. Сегодня был праздник. Не помню. Да, интересный будет. Хочу идти в школу. Чтобы раньше пойти на работу. У нас сегодня был праздник отпускной. Это праздник, когда дети идут на праздник, а потом просятся некоторые садикам. Я считаю, что этот праздник грустный и веселый. Грустные песни. Веселые песни. А я еще на год остаюсь в садике. В садике в русском школе. У нас сегодня праздник выпускной. В школе получают знания. Выпускают школу и в школе знания получают. В школе, потому что лучше. Будешь знать больше. Большего, чем в садике. Я пока не знаю, пойду в школу или нет. Ну, я раньше не хотел, а теперь хочу. Я выпускник. Это значит, что нас выпускают из садика. Нас выпускают в школу. Я иду в школу. Если бы мне предложили, я бы остался в садике. Там игрушки есть. В школе лучше. Там больше будешь знать. Я сегодня выпускник. Я скоро пойду в школу. Школа круче, потому что мы станем умнее. Будем еще учиться на пятерке и на четверке. Я сегодня выпускник и пойду в школу. Потому что умнее ребенок весь день становится. Сегодня я выпускник. Сегодня я чуть-чуть болею, правда. Но у меня уже лучшее, потому что я хочу в школу больше, чем в садике. Потому что в школе больше знаний. И поскорее школу закончить и начать придется. Как? Куда деваться-то? После института буду работать строителем. У нас сегодня был праздник выпускной. Ну, как дети изрослеют и уходят в школу. Хочем в школу. Ну, немножко стесняюсь. Вот уроки надо писать. Там новые друзья. У нас сегодня был утренник. Прощальный утренник. Мы сегодня прощались с воспитателем, с детским садом. Потом пойдем после детского сада в школу. Там телефоны можно брать. Сегодня был праздник выпускной. Мы провожаем с садиком и с воспитателями. Мы на этом празднике играли, танцевали. Я хочу идти в школу. В садике меньше возможностей. Я сегодня такой, потому что у нас был сегодня выпускной. И мы провожали с садиком. Потому что я был на празднике, а на празднике надо было быть красивым. Я хочу пойти в школу, потому что там лучше учат, чем в садике. Я им желаю здоровья, чтобы мы встречались и всегда дружили. Я желаю, чтобы они были сильные, здоровые и всегда были вместе. Я желаю, чтобы они были здоровые, сильные и чтобы не болели никогда. Я желаю, чтобы они были здоровыми и всегда слушались. Я желаю воспитателям и друзьям здоровья. Больше подарков. Я желаю своим друзьям хорошего счастья. И чтобы у них было много друзей. Которые ребята идут в школу. Я желаю здоровья, успехов в школе. Чтобы у них было больше сюрпризов. Я ребятам желаю, чтобы хорошо было в садике. И не ругались. Чтобы жили дружно. Ребята, которые идут в школу. Я им желаю, чтобы они были сильными, здоровыми. И они учились только на одни пятерки. А их родителям я пожелаю чулпения. Я желаю им, чтобы они учились на одних пятерках. И всегда справлялись с трудностями. А воспитателям я пожелаю, чтобы они были хорошими воспитателями. Поздравляю с выпускниками. И желаю, чтобы у них был мир и дружба. Я желаю ребятам, чтобы они были веселыми и здоровыми. Пожелаю воспитателям, чтобы дети их слушались. И чтобы они были радостными. Я желаю, чтобы школьники были всегда умные. И получали пятерки и четверки. И чтобы родители ими были довольны. Я желаю, чтобы ребята были счастливыми, здоровыми. Чтобы они в школе только учились на пятерки и на четверки. И чтобы они были дружелюбными. Воспитателям желаю, чтобы они не грустили. А лучше у них, чтобы... Хотя им будут слезы, но с улыбкой. А родителям школьников я желаю, чтобы они тоже были здоровыми и счастливыми. Я желаю, чтобы они были здоровыми и хорошо учились. Я желаю, чтобы они учились на пятерки и были здоровыми. Я желаю им... Я желаю ребятам, которые уходят в школу, чтобы они росли хорошо и учились в школу, были отличниками. Я желаю им, чтобы они в школе учились на пятерки. И я желаю, чтобы они были трудолюбивые. Я хочу стать ниндзя. И брат тоже. Тоже хочу стать ниндзя. Это те, которые защищают свою страну. Я хочу стать ветеринаром. Это кто-то лечит животных. Я, когда вырасту, я стану художником, чтобы рисовать красивые картины. Я, когда вырасту, я стану химика, потому что я люблю химию. В церкви работать буду. Дирижером по тиграм. Когда я вырасту, я хочу стать шахтером. Когда я вырасту, я стану воспитателем. Я хочу воспитывать детей. Когда я вырасту, я хочу стать парикмахером. Потому что там надо подстригать кожу и людей. Я хочу стать хакером. Это которые взламывают пароль через компьютер. Мне потому что предложила мама стать хакером, и я захотел. Я хочу стать шахтером, потому что они находят алмазы, изумруды, золото и железо. Вот почему я хочу стать шахтером. Когда я вырасту, я хочу стать изобретателем. Когда я вырасту, я хочу стать строителем. Я хочу стать шахтером. Ну, это вот он ищет как сокровища, артефакты. А я хочу стать певицей. Потому что они хорошо поют. Когда я вырасту, я хочу стать полицией. Потому что могу в пистиках стрелять, в пистонах. Я когда вырасту, я хочу родить и в пистичку. Да, потому что там это, легко управлять. Я хочу стать спортсменом. Карате и футбол. Но футбол только на улице нравится. И еще мне нравятся плавание и рисование. Чтобы защищил близких, кто не может за себя постоять и сам себя защищать. КОНЕЦ